Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня 3 сентября, а это значит, что в этот день переворачиваются календари и наступает мой день рождения. У меня сегодня день рождения, и хочу сразу поблагодарить вас. Многие меня поздравили. Всем большое спасибо за поздравления. Очень приятно, много тёплых слов получила я. Вообще с утра у нас только без двадцати десять. Я уже столько поздравлений получила от родных, от близких, от знакомых, от друзей. В общем, все меня поздравляют, и я очень счастлива. Дата у меня не круглая. Если честно, вчера у меня было ужасное настроение. Я не знаю почему, с чем это связано. Я вообще ничего не хотела. Ни дня рождения, ни праздника, ну ничего вообще. И сегодня с утра тоже встала, такое не очень настроение у меня было. Но сейчас как бы уже начинает подниматься у меня настрой. Я даже сходила в магазин, сейчас кое-что прикупила, чтобы приготовить. Ну мало-мальский такой праздничный ужин. Если честно, не хотелось вообще отмечать. Во-первых, в будний день. Завтра на работу, и мне на работу, и мужу на работу. Долго посидеть-то, знаете, не получится. Широко отпраздновать. В гости к нам никто не придёт. Ну потому что в будний день и вообще, ну никого я не приглашала. И не хотелось отмечать. Вообще думала, я готовить ничего не буду. Муж сказал, хочешь готовь, хочешь не готовь. Я, говорит, тортик куплю. Тебе я и горила вчера, и тортик мне не нужен, и ничего меня не хочу. Вот, ничего не покупай. В общем, такой у меня был настрой. Вот, но сегодня я решила всё-таки, блин, ну день рождения же, что-то надо. И дети ждут. Вот, запросили, муж запросил у меня рулетики с ветчиной и сыром. Дети попросили бутерброды с красной рыбой. Но они хотели тарталетки. Тарталетки я не купила. Думаю, сделаю в виде бутербродов. Творожный сыр и красная рыбка. Вот, и я захотела другой бутерброд сделать с селёдочкой. В общем, мясо по-французски сделаю. Картошечки отварю и всё. Просто так поужинаю и всё. Вот. Так что вот так. Песню ещё я не слушала свою. Шифутинского. Она сейчас буду готовить, включу, послушаю. Я, знаете, всегда слушаю её только в этот день. Раз 10-20 её послушаю, а потом целый год я её не слушаю, не включаю. Вот. Так что так. Пойдёмте, я вам покажу, что я купила. И начну потихоньку готовить. Хотя ещё весь день впереди. Ну, хотя бы такие подготовительные какие-то этапы сделаю. А потом уже, ну, сама готовка, наверное, после обеда начнётся, потому что муж придёт только к 7, наверное. Поэтому спешить мне некуда, я сейчас такую подготовку сделаю к приготовлению. И всё. Вот. С утра вот голову помыла, уложилась. Маску сделала. В общем, про процедуры такие всякие уходовые. Сегодня же мой день. Нужно немножко за собой поухаживать. Так что так, пойдёмте смотреть покупки. Так. Покупки у меня бюджетные. И всё самое необходимое. Здесь на 538 рублей. Стоимость каждого товара в районе 100 рублей. Вот. У меня была ограниченная сумма, поэтому я вот так вот выбирала. Взяла селёдочку такую, пресервы. Уже разделанную. Ну, где-то 95 рублей, по-моему, стоила. Вот эта 89 стоит грудинка компана. Очень мне нравится. Буду с неё делать рулетики с сыром, с чесноком. Вот так вот. Так. Творожный сыр взяла. Тоже что-то около 100 рублей. 99 или 89. Такой творожный сыр. И к нему горбушу. Такую горбушу кусочки. Я брала уже. 114 рублей стоит. В пятёрочке. Такая рыбка на бутербродики пойдёт. Вот. Также сыр взяла российский. Вот. И вот такой майонезный соус. Не пишите мне, что это гадость. Я прекрасно это всё понимаю, что это гадость. Вот. Но сейчас такие цены. Вот. А мне как бы мясо по-французски делать. И мне сойдёт и такой майонез. Он будет запекаться. Поэтому ничего страшного. Вот. Всё это гадость, понятное дело. Но что делать? Мы не так часто прям майонез едим. Поэтому взяла вот такой дешёвенький. Даже не помню, сколько он стоит. Очень-очень дёшево стоил. В общем, 538 рублей. Вот на это всё. В процессе готовки я, наверное, вам буду показывать, что я делаю. Кому интересно. Вот. Так что так. Мясо у меня тут размораживается. Ещё, ещё будет долго размораживаться. Вот. Итак, смотрите. Готовлю первую закуску. Буду её подавать вот на таком вот блюде. К сожалению, вот это не отмывается. Это, наверное, какие-то жирные пятна. Это сланец. Такое вот сервировочное блюдо. Также шпажки мне понадобятся. Смотрите, натерла сыр до тёрки. Добавила сюда майонез. И сейчас пару зубчиков чеснока. Так. Перемешиваем хорошенько. Можно ещё майонеза добавить. Всё. Думаю, что достаточно. Смотрите, у меня есть вот такая вот ветчина из грудки индейки. Компама. Здесь у нас... Сколько слоёв? Раз. 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 Четыре. Я делю их пополам. Берём один слой. Один кусочек. Скручиваем вот так вот. И сверху возьмём. И сверху возьмём. Это у меня домашние помидоры черри. Я сделаю вот так вот. Раз. И вот так вот симпатично у нас получается. И выложу сюда ма на блюдо. И также продолжу делать остальные. И вот так вот. И вот так вот. Итак, как готовлю мясо по-французски, я нарезала такие ломтики, где-то по сантиметру, наверное, толщиной, отбила с двух сторон немножко, затем посолила, поперчила, специи тоже добавила по вкусу, какие хотите, и тоже с двух сторон, они полежали немножко, промариновались, теперь сверху смазываем майонезом, прям не жалея. Так, и теперь сверху укладываем помидорчики. Вкусно еще, когда грибочки жареные можно сюда добавить. Так, сейчас я еще подрежу помидоры. Вот так вот получилось, теперь отправляю в разогретую духовку, ну, примерно на 180 градусов до полуготовности. Когда помидорчики у нас так подвярлятся, в общем, покажу вам этот момент, когда я потом буду сверху посыпать сыром. Сейчас пока отправляем в духовку. Так, ну, вот так вот помидорчики подвялились, мяско у нас в таком бульончике, в собственном соку. Вот сейчас я сверху потру сыр и отправляю в духовку, пока сырочек у нас не подрумянится красивенько. Все зависит от духовки, поэтому у меня такая слабоватая духовка электрическая, поэтому у меня может дольше времени занимать. Если у вас хорошая духовка с конвекцией, тогда будет у вас и вид поприятнее, конечно. Вот, хотя у меня тоже очень даже хорошо выглядит мое мясо по-французски. Вот такая красота получилась. Немножко мне съехали помидоры, но ничего страшного. Вот так вот. Вкусно, красиво и сытно. На гарнир будет у нас картофель отварной. Сварила уже. Маслечко добавила, все. Так что так. Для второй закуски нам необходимо натереть отварную свеклу и пару зубчиков чеснока. Регулируйте на свой вкус. Также можно будет подогнать по вкусу солью и черным перчиком. Итак, готовим нашу закусочку. Нам понадобятся отварные яйца. Разрезаем напополам. Вот так вот. Теперь берем нашу свеклу с чесноком, с майонезом. Постараемся красиво выложить на яйцо и сверху водружаем селедочку. Вот такая красота у нас получается. Вот что у нас получилось. Я хотела сделать еще другую вариацию, другую подачу этой закуски, но передумала. Вы можете взять хлебушек белый либо черный бородинский, как вы хотите. Подсушить его немного на сухой сковороде с двух сторон и также нанести на него свеклу и сверху селедочку. Тоже будет очень вкусная закуска, но я уже не буду делать, потому что много нам будет сильно. Я сейчас лучше сделаю с горбушей еще бутербродики. Там все просто, но сейчас вам все покажу. Надеюсь, что видно хорошо. Нам понадобится хлеб. У меня вот такой тостовый, но я его разделю на 4 части. Будут такие маленькие квадратные бутербродики. Можете порезать вот так по диагонали, будут такие треугольные бутерброды. В общем, какой хотите, батон такой и берите. Так, смазываем мы творожным сыром. Хорошо прям смазываем. Мы любим его, поэтому я не жалею. Затем берем кусочек рыбки. Она просто тут нарезана произвольными кусочками. Я сейчас буду смотреть, какие там кусочки. В принципе, как-нибудь красиво постараюсь уложить. Так. И возьмем еще огурчик. Я хочу воспользоваться овощечисткой и сделать еще такое украшение. Так вот скрутим. Мне кажется, смотрится интересно и красиво. Так, по краю буду складывать сюда. Следующий кусочек. Так. Смотрите, какая красота. Вот так вот. Вкусно и просто. Что, пойдемте накрывать стол? Уже пора. Вот такая красота получилась. Все просто. Вкусно и красиво. Все, все. Да не все. Самое главное забыла свой сыр любимый. Камамбер с медом. А теперь точно все. С днем рождения тебя! тебя! С днём рождения, тебя! С днём рождения! Поздравляем тебя, любимая жена! А, вентилятор задул! Подстоп. Днём рождения, тебя! Днём рождения, тебя! Поздравляем тебя, любимая, наша дорогая, Единственная Целую Какой красивый Что, задувать? С днём рождения Сейчас, загадай что-нибудь Подожди Давай я поснимаю Я не знаю, что загадать У меня всё есть Ура! Ура!